всем привет с вами снова виктор болит сегодня очень интересная тема одиночество сергея сенина хоть он был и в окружении очень многих людей порядочных и непорядочных и проходимцев всяких и алкоголики и наркоманов наверняка в то время тоже уже наркотики были везде в европе и в россии и также пьяницы гуляки и также конечно и порядочные люди он входил в различные клубы в различные дома где жила аристократия даже у царя был он в гостях то есть у него круг общения был огромный при огромный можно так по сегодняшним меркам сказать у него много было последователей любимцев кто его очень любил при жизни все равно он постоянно чувствовал себя одиноким в одиночестве он постоянно заводил какие-то новые романцы с одной женщиной с другой со второй с третьей с четвертым у него были дети везде там оставил там оставил там наследил и особо так он ни о ком не заботился заводил романцы потом через пару лет цвета брошал и его как-то интересовало только своя личная жизнь которая тоже по сути никак не складывалась и вот его одиночество я постоянно над этим тоже задумываюсь да то есть такой человек очень интеллектуальный развитые талантливые но они и сегодня тоже эти люди одиноки если вы может быть имеете кого-нибудь из вашего окружения подобных людей заметите что у них такие немножко нарцисские эгоистические такие характеры и как правило они одиноки потому что они не могут поддерживать такую тесную дружбу с кем-либо в отдельности взятым каком-то человеком в общем они так как бы общительные коммуникабельные но в душе они все одинокие и вот даже михаил лермонтов и другие писатели зайдите в интернет я эту тему и одиночество уже давно исследую все писали про одиночество ну и я тоже когда был молодой тоже чувствовал себя иногда одиноким это нормально так каждый человек чувствует себя иногда одиноким и у меня тоже были посвящены стихотворения на эту тему как-нибудь в другой раз ну а сегодня хотел бы вам лермонтова процитировать что он думал по поводу одиночества в 1830 году вот он говорит как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить делить веселье все готовы никто не хочет грустили один я здесь как царь воздушные страдания в сердце стеснены и вижу как судьбе послушно года уходят будто сны и вновь приходят с позвращенной на той же старой мечтой и вижу гроб уединенные он ждет что ж медлить над землей никто о том не покрушится и будут я уверен в том о смерти больше веселиться чем рождение моем вот это у него конкретная был один депрессия до в этот момент потому что лермонтов все штаки такое тоже любимец публики известный человек на всю россию и вот у него такой момент был в 1830 году кризис у него был дух и духовные душевные пишет как страстно жизни сия ковы нам в одиночестве влачить огромное количество поклонников везде все его любили как влачить да как будто он один вот такой где-то в какой-то заброшенной деревне жил нет он жил в центре россии делить веселье все готовы но пьянки-гулянки как из есенина мы видим все готовы были особенно когда он был при деньгах но все его дружненько поддерживали давай сереженька там заплати пошли поедем туда поедем сюда на те квартиры на эти квартиры все готовы были никто не хочет груз делить но когда есенину было плохо никого не было рядом а если был кто-то рядом то были неправильные друзья которые его никак не мотивировали а демотивировали вот даже в последнюю последние часы его жизни кто был с ним рядом какие-то комиссары там или кто еще мы сейчас точно не знаем но это были конкретно не друзья его один я здесь как царь воздушный значит один он здесь как царь ну все же таки царем себя чувствовал и это уже хорошо было такое такая самооценка да если чувствуешь себя царем то это как бы здорово страдания в сердце стеснены опять же страдаешь при этом и вижу как судьбе послушно года уходят будто сны есенин часто тоже писал не жалея не не зову не плачу да все проходит и вот это у любого человека вот я тоже уже прожил 60 лет жизнь как бы года уходят жизнь проходит большая часть жизни уже прожита но все равно я не жалея не об одном прожитом дне то есть каждый день для меня он в радость и вновь приходят с позвращенной на той же старой мечтой и вижу гроб уединенные ну да гроб уединенные наверное он присутствовал при каких-то похоронах на своих друзей и конечно мог себе представить что в один прекрасный день и он тоже будет лежать в таком гробу но мы тоже когда бываем на похоронах тоже видим наверное задумываемся тоже своей жизни особенно когда если нам уже там по 60 по 70 лет это нормальное состояние он ждет что же медлить над землей ну медлить медлить поживи еще радуйся жизни казалось бы нет вот не надо медлить да то есть поскорее уйти но это не особо хорошее желание это показывает о том что человек одиноки в депрессии и тоже ему так тяжело живется на этой земле никто о том не покрушится и будут я уверен в том о смерти больше веселиться чем о рождении моем но опять же зверьте такие что у него плохие друзья только вокруг него были как у вокруг есенина да никто не вспомнит обо мне и так далее тому подобное то есть конечно многие сокрушались ноги переживали по сегодняшний день мы любим лермонтова мы любим есенина памятники мы поставили если бы он сейчас видел что памятник сколько там на ютюбе роликов снята про есенина то есть один из самых любимых поэтов россии это есенин сергей есенин но михаил лермонтов тоже там стоит во главе как со списка в десятку входит самых лучших поэтов россии и всего мира кстати до лермонтова и на западе здесь любят уважает истинь есенина тоже ну это нужно отдать должное просто такие личности знаете у которой талантливые популярные у них кризисы такие наступают время от времени и если не держать этот кризис как в узде как коня такого мощного то это приводит плохим последствием как у есенина человек начинает пить потом спивается потом неправильные друзья и в итоге жизнь кончается так вот ну а смерти мы не веселимся есенина наоборот переживаем я рождение его все вспоминают то есть хороший был человек сергей есенин и лермонтов михаил конечно тоже вот такой вот ролик я снял для вас чтобы вы задумались почему это с ним так происходило что это очень такая неординарная фигуре сергей есенин очень как алмаз знаете у алмаза очень много граней со всех сторон поэтому нельзя рассматривать как никто бит вот гуляка и алкаш пьяница это неправильно хорошо посмотрите тоже видео сейчас мои стихи в исполнении в моем кгц есенинский и я вас предлагаю подписаться на мой канал отговорила роща золотая березовым веселым языком и журавли печально пролетая уж не жалеет больше ни о ком кого жалеть ведь каждый в мире стране пройдет зайдет и вновь оставит дом а всех ушедших грезит конопля не широким месяцем над голубым прудом стою один среди равнины голой а журавлей относит ветер вдаль я полон дума юности веселой но ничего в прошедшем не не жаль не жаль мне лет растраченных напрасно не жаль души сиреневую цветь саду горит костер рябины красной но никого не может согреть не обогрят рябиновые кисти от желтизны не пропадет трава как дерево роняет тихо листья так я роняю грустные слова а а если время ветром разметая сгребет их всех в один ненужный ком скажите так что роща золотая отговорила милым языком а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Заметался пожар голубой Позабылись родимые дали В первый раз я запел про любовь В первый раз отрекаюсь скандалить Был я весь как запущенный сад Был на женщин из зелия падки Разонравилось пить и плясать И терять свою жизнь без заглядки Мне бы только смотреть на тебя Видеть глаз златок карий омут И чтоб прошлое не любя Ты уйти не смогла к другому Поступь нежная, легкий стан Если б знала ты сердцем упорным Как умеет любить хулигана Как умеет он быть покорным Я б навеки забыл кабаки И стихи бы писать забросил Только б тонко касаться руки И волос твоих цвета носил Я б навеки пошел за тобой Хоть в свои, хоть в чужие дали В первый раз я запел про любовь В первый раз отрекаюсь скандалить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не жалею, не зову, не плачу Все пройдет, как с белых яблонь дым Увидания золотом охвачены Я не буду больше молодым Ты теперь не так уж будешь биться Сердце тронутое холодком И страна березового сица Не заманит шляться босиком Дух бродяжи, ты все реже, реже Расшевеливаешь пламени уст О, моя утраченная свежесть Буйство глаз и половодья чувств Я теперь скупее стал в желаниях Жизнь моя, иль ты приснилась мне Словно я весенней гулкой ранью Проскакал на розовом коне Все мы, все мы в этом мире тленны Тихо льется с кленов листьев медь Будь же ты вовек благословенна Что пришло процвесть и умереть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Гаснут красные крылья заката Тихо дремлют в тумане плетни Не тоскуй моя белая хата Что опять мы одни и одни Чистит месяц соломенной крыши Обойменные синюю рога Не пошел я за ней и не вышел провожать за глухие стога Знаю, годы тревогу заглушат Эта боль как и годы пройдет И устая невинную душу для другого она бережет Не силен тот, кто радости просит Только гордые в силе живут А другой изомнет и забросит Как изъеденный сырью хомут Не с тоски я судьбы поджидаю Будет злобно крутить пороша И придет она к нашему краю Обогреть своего малыша Снимет шубу и шали развяжет Примастится со мною огня И спокойно и ласково скажет Что ребенок похож на меня Снимет шубу и шубу Вечером синим, вечером лунным Был я когда-то красивым и юным Был я когда-то красивым и юным Неудержимо, неповторимо Все пролетело далече мимо Сердце остыло И выцвели очи Синее счастье Лунные ночи С 4 на 5 октября 1925 года Интересное было время 25 год Давайте еще раз прислушаемся к этим стихам Вечером синим, вечером лунным Был я когда-то красивым и юным Неудержимо, неповторимо Все пролетело далече мимо Сердце остыло И выцвели очи Синее счастье Лунные ночи И в это время Есенину было всего 30 лет А он уже печалится о своей Прошедшей юности Интересно, да, что вот В наше время Нам уже по 50, по 60 лет А некоторыми по 70 И мы чувствуем себя молодыми Если организм нормально Хорошо работает И особых проблем нет То человек в 50, в 60, в 70 Чувствует себя молодыми А Есенин Уже в 30 Чувствовал себя Старым Как бы прожитым Казалось ему Жизнь казалась ему уже прожитой Интересный факт Субтитры сделал DimaTorzok Вот так Вот уж вечер Роса Блестит на крапиве Я стою у дороги Прислонившись кине От луны свет большой Прямо на нашу крышу Где-то песни соловья Вдалеке я слышу Хорошо и тепло Как зимой у печки И березы стоят Как большие свечки И вдали за рекой Видно за опушкой Сонный сторож стучит Мертвой колодушкой Мертвой колодушкой Мерий Мерий Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать может быть и скоро мне в дорогу вредные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты земля и выровнин пески. Перед этим сонном уходящих я не в силах скрыть мои тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осином, что, раскинув в ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил, и на этой на земле угрюмой счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Зная я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьей шеей рожь, от того предсомном уходящих я всегда испытываю дрожь. Зная я, что в той стране не будет этих нив злотящихся во мгле, от того и дороги мне люди, кто живут со мною на земле. Зная я, что в той стране не будет этих нив злотящихся во мгле. Зная я, что в той стране не будет этих нив злотящихся во мгле. Зная я, что в той стране не будет этих нив злотящихся во мгле. Зная я, что в той стране не будет этих нив злотящихся во мгле. Зная я, что в той стране не будет этих нив злотящихся во мгле. Головаль ты моя удавая, до чего ж ты меня довела. Зная я, что в той стране не будет этих нив злотящихся во мгле. Зная я, что в той стране не будет этих нив злотящихся во мгле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пусть твои полузакрыты очи, и ты думаешь о ком-нибудь другом, я ведь сам люблю тебя не ночью, утопая в дальнем дорогом. Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 В золоте волос моих ныряют, Все на этом свете из людей Песнь любви поют и повторяют. Пел и я когда-то далеко, И теперь пою про то же снова, Потому и дышит глубоко Нежностью пропитанное слово. Если душу вылюбить до дна, Сердце станет глыбой золотою, Только тегеранская луна Не согреет песни теплотою. Я не знаю, как мне жизнь прожить Или под старость трепетно тужить О прошедшей песенной отваге. У всего своя походка есть, Что приятно уху, что для глаза. Если перст слагает плохо песнь, Значит он вовек не из шараза. Про меня же и за эти песни Говорите так среди людей. Он бы пел нежнее и чудеснее, Да сгубила пара лебедей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Жизнь обман с чарующей доской. А того таки сильна она, Что своей грубой рукою Роковые пишут письмена. Я всегда, когда глаза закрою, Говорю лишь сердце потревож. Жизнь обман, Но и она порою Украшает радость ими ложь. Обратись лицом к седому небу, Вполне гадая о судьбе, Успокойся, смертный, не требуй, Правды той, что не нужна тебе. Хорошо в Черемуховой вьюге Думать так, что это жизнь стезя. Пусть обманут легкие подруги, Пусть изменят легкие друзья. Пусть меня ласкают нежным словом, Пусть острее бритвы злой язык. Я живу давно на все готовым, Ко всему безжалостно привык. Холодят мне душу эти выси, Нет тепла от звездного огня. Те, кого любил я, Отреклись я, Кем я жил, Забыли про меня. Ну и все ж теснимы и гонимы, Я, смотря с улыбкой на зарю, На земле мне, близкой и любимой, Эту жизнь за все благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok